Друзья, мы только что слышали о нашей ценности. Царство Божие как ценность в жизни человека. Когда мы говорим о царстве или о государстве, то у каждого царства есть свои правила, свои законы, свои постановления. И одно из них я хотел бы сегодня напомнить. Это записано в послании к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не так давно мы слышали проповедь, в которой этот стих был ключевой. Чтобы в наших сердцах и из наших уст не исходили гнилые слова. Что такое гнилое слово, мы хорошо знаем, определили. И я хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели вторую часть этого стиха. «Пусть из ваших уст исходят добрые слова, которые будут назидать в вере и доставлять благодать слушающим». И вот здесь вопрос, что такое благодать? О какой благодати идет речь? Если мы посмотрим это слово и его значение, то, которое здесь написано, то мы видим, что здесь говорится о благосклонности, любезности, благожелательности, благоволении. И если мы возьмем в случайном порядке 10 человек из этого зала, попросим выйти сюда, и каждый из них даст определение слову «благодать», то, может быть, эти определения будут несколько разниться, но они все будут идти в одном направлении. Мы все понимаем, что такое благодать. И когда мы говорим о благодати, то мы понимаем, что мы, как люди, не такие уж и благодатные. Это слово связано со словом «доброта», «благосклонность», «любезность». И мы помним такую историю, когда-то в жизни Иисуса Христа подошел к нему один юноша и так, обращаясь к Иисусу, называет его добрым, да, учитель благий. А Христос задает ему такой вопрос, как бы останавливая его. Говорит, почему ты так меня назвал? Ты знаешь, что по-настоящему добрым является только Бог. Когда мы говорим о благодати, то мы понимаем, что по-настоящему источником благодати является Бог. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 16-17 стихи. Иоанн так говорит об Иисусе. «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Таким образом, Иоанн подчеркивает, что Христос был преисполнен благодатью. И он говорит, от Его полноты мы приняли эту благодать. И он не просто говорит, что мы приняли эту благодать. Он дважды повторяет это слово. Он говорит, и Бог на благодать дал нам еще благодати. Таким образом, мы видим Бога источником благодати, который через Иисуса Христа или в лице Иисуса Христа дает эту благодать нам. Как в послании к Ефесянам, 1 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит о том, что и Бог облагодатствовал нас в возлюбленном. Те, кто в Иисусе Христе, они получили эту благодать, получили сполна. Мы, говоря о Божьей благодати, мы говорим, что Его милость дана нам по благодати. И спасение, которое мы имеем, и по Его благодати. Благодать, которую дает нам Бог, мы наполняемся ей. И нам этого хочется. И нам от этого радостно. И нам от этого хорошо. И мы привыкли и хотим получать Божью благодать. Разве не так? Мы потребители Божьей благодати. Но Бог хочет, чтобы мы не были просто потребителями Божьей благодати. Смотрите, что говорит этот стих. Давайте мы еще раз обратим внимание, что говорится в этом стихе. Говорится о том, чтобы наше слово что-то делало с благодатью. И что мы делаем? Дабы оно доставляло благодать слушающим. Получается, что мы, как христиане, должны быть передатчиками Божьей благодати. Бог наполняет нас своей благодатью. И Он хочет, чтобы через нас Его благодать изливалась и на других людей. Он хочет, чтобы мы передавали эту благодать. Чтобы это не останавливалось на нас. Он хочет, чтобы Его благодать распространялась. И мы были этими источниками. И в том числе для этого используется и наш язык, наши уста. То, что мы говорим. Слово наше должно доставлять благодать. Знаете, есть такие люди, у них работа такая, доставщики. Они доставляют. Что-то куда-то доставляют. В последнее время это становится все более и более популярным. Многие люди делают покупки и заказывают все удаленно. И эти люди привозят к ним домой, доставляют. Вот такими доставщиками благодати и мы должны с вами быть. Когда мы общаемся с людьми, мы передаем то, что есть в нас. Божья благодать передается к другим людям. Таким образом, мы не просто потребители Божьей благодати, но и доставщики. И вот здесь вопрос, как быть вот этими людьми, которые передают, доставляют Божью благодать людям. В послании к Колоссянам, 4 глава, 6 стих, мы читаем такие слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Здесь тоже говорится о нашей речи. Наша речь. Здесь также говорится о благодати. Но при этом здесь говорится, как это нужно делать. Итак, первый такой практический пункт, что мы можем делать или как нам нужно передавать благодать, здесь говорится об этом, как о том, что люди потребляют в пищу. Приправа. Пусть ваши слова будут солью. Когда мы говорим о соли, у нее есть много различных назначений. Мы можем использовать соль по-разному. Но в данном тексте говорится о соли как о приправе, вкусовые качества. Вы знаете, есть такая поговорка «на вкус и цвет товарищей нет». У каждого свой вкус, каждый любит по-разному. Кто-то любит одну приправу, кто-то другую. Кто-то любит душистые травы, а кто-то нет. Но если мы говорим о соли, то абсолютно большинство людей используют его в пище. Соль – это то, что доставляет нам определенное удовольствие, когда мы сварили какое-то блюдо и добавили туда немного соли. Соль – это то, что улучшает вкусовые качества этого блюда, и нам легче и лучше его потреблять. Когда мы кушаем это блюдо, нам приятно, потому что там есть эта соль, там есть эта приправа. Таким образом, мы видим здесь апостол Павел призывает нас, чтобы наши слова, они были приправлены. Он говорит, чтобы наши слова могли доставлять эту благодать, чтобы наши слова соответствовали, и люди могли принимать это. Однажды я беседовал с одной сестрой. Это она женщина в возрасте. Когда-то давно, еще до Второй мировой войны, она выросла в христианской семье, она ходила в церковь. Во время Второй мировой войны она попала в плен, и у нее тяжелая судьба была. Она очень сильно огорчилась, можно сказать, обозлилась на всех, в том числе на Бога. Она перестала ходить в церковь, и всю свою жизнь она прожила вдали от Бога и от церкви. Но на старости лет она смирилась, пришла в церковь, покаялась. И вот она побывала на собрании в нашей церкви, в той церкви, где она когда-то в детстве, куда она в детстве ходила. Она, конечно же, делает сравнение того, что было 70 лет назад, и того, что происходит сейчас, когда ей уже далеко за 80. И я беседую с ней, и она говорит, знаешь, вот не то. Сейчас не то. Я говорю, а что, чего вам не хватает? Она говорит, знаешь, вот проповедники, которые сегодня проповедовали, разве можно так скучно говорить о Христе? Я вспоминаю свою молодость. Я вспоминаю тех пламенных проповедников, которые говорили. У них лица сияли, когда они выходили и говорили о Христе. А я сегодня посидела на собрании. Ну, он что-то рассказывает, что-то там вообще, как будто бы ему самому это неинтересно. Она сидит и говорит, мне было невкусно. И вы знаете, я подумал, может быть, действительно, иногда мы как-то скучно говорим о Христе. Но если мы посмотрим, посмотрим на этот стих, здесь говорится такое слово. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Оказывается, этот стих относится не только к проповедникам, которые выходят за кафедру. Не только проповедники, которые говорят за кафедры о Христе, должны говорить это внятно и хорошо, и чтобы люди могли об этом хорошо понимать. Это относится к каждому из нас. И говорится всегда. Слово всегда расширяет границы употребления этого текста. Говорит везде, на всяком месте. Везде, с кем бы вы ни общались. С верующими или неверующими. Перед этим пятый стих говорит о том, как мы должны относиться с внешними. И некоторые переводчики в Библии, в некоторых переводах вы можете посмотреть, что они после пятого стиха ставят запятую и как бы объединяют эти стихи и говорят о том, что и это слово, которое говорится о том, чтобы мы отвечали каждому, относится так же и к внешним. Но слово всегда говорит о том, что ко всем абсолютно. Бывает так, что пообщаешься с братьями или сестрами и рассуждаешь, обсуждаешь, говоришь о том, что было в церкви, что было на собрании, о проповеди или о каких-то проблемах, которые есть у других братьев или сестер. И какой-то вкус после этого, или привкус, или послевкусие остается не совсем такое, какое хотелось бы. То ли горечь какая-то, то ли вообще как отравился, то ли надо идти рот пополоскать. Но вот что-то покушал, и как будто бы не то. Не было соли, не было благодати, а было что-то невнятное. Наше слово должно быть с благодатью. Наше слово должно быть приправлено солью. О чем мы беседуем с братьями и сестрами? Что мы говорим? Знаете, иногда братья и сестры, которые находятся в какой-то беде, в какой-то нужде, просят других братьев и сестер или в церкви помолиться об этом, а потом слышат, как другие братья и сестры об этом рассуждают, каким они выводом приходят, и в следующий раз они говорят, ну я еще подумаю, говорить свою нужду кому-то или нет. Не увидели благодати. Друзья, слова наши должны быть приправлены солью, с благодатью. Вкус этих слов должен быть правильный. Что еще мы говорим о словах? Я хочу, чтобы мы посмотрели еще один текст. Это записано в книге Притчи, 25 глава, 11 текст. Соломон говорит так. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично». Говоря о словах, слова, которые доставляют благодать, он употребляет здесь такое слово «прилично» или «вовремя, своевременно, в подходящий момент». Слова, которые мы говорим, они должны соответствовать тому состоянию, когда нужно что-то сказать. Иногда мы что-то говорим просто потому, что нужно что-то сказать. Иногда бывает наступает такая, знаете, неловкая тишина, и надо что-то сказать, а не знаешь, что сказать и что-нибудь говоришь. Помним такую ситуацию, даже в Библии описывается, когда Христос преобразился перед учениками. И потом Илья, Моисей. И там написано, что Петр говорит, «Ой, Господи, так хорошо здесь, давай кущи построим тебе, Илье, Моисею». И дальше написано, он говорил это, потому что не знал, что сказать. Просто почувствовал, что надо что-то говорить. И зачем-то вот начал рассказывать, что давай мы здесь построим, будем жить на горе. Ну, что-то сказал. Иногда в нашей жизни может быть такое случается, когда мы что-то говорим, не знаем даже, зачем мы это делаем. Иногда мы говорим что-то, что невпопад звучит или звучит несвоевременно. Наши слова должны быть своевременными, приличными. В данном месте Соломон, он сравнивает наши слова с некоторым украшением, с прекрасными яблоками в прекрасных сосудах. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 18 текст, мы читаем такие слова. Я извинюсь, 5 глава, 14 текст. Первое, Фессалоникийцам, 5, 14, мы читаем, «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Итак, апостол Павел обращается к братьям, к руководству церкви, и он говорит о том, что есть люди, которых нужно вразуметь, есть люди, которых нужно утешить, есть люди, которых нужно поддержать. Он говорит о том, что люди могут находиться в разных ситуациях, и к ним нужно применить разные слова. Есть люди, которые находятся и которым нужно утешение, это 4, 18, 1 Фессалоникийцам говорится о том, чтобы мы утешали друг друга этим. Есть люди, которые нуждаются в утешении, есть люди, которые нуждаются в других словах. Мы читаем такое повеление к нам в 12 главе послания к римлянам, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Соответствуйте той ситуации, которая есть у людей. Или мы помним, как Христос, говоря, или беседуя с людьми об Иоанне Крестителе, и Он говорит о иудеях, о этих людях, Он говорит, похоже на детей, как, знаете, в той детской песне поется. Мы пели вам, мы играли вам на свирели, да, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, вы не плакали. То есть несоответствие какой-то ситуации. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, пусть ваши слова будут вовремя. Итак, второй момент, второй пункт. Наши слова должны соответствовать. Соответствовать времени, соответствовать месту, соответствовать настроению. И третий пункт, о котором я хотел бы сказать, это цель. Как мы передаем благодать? Мы здесь читаем о том, чтобы мы передавали эти слова, и наши слова были для назидания в вере. Пусть из ваших уст исходит только доброе слово для назидания в вере. Слово назидание происходит от слова зиждить, да, или строить. Говорится об устроении. И говорится, что доброе слово устрояет человека или устраивает его веру для возрастания в вере. Доброе слово, оно помогает человеку возрастать в вере. 12 глава книги притч, 25 стих говорит о добром слове, что доброе слово, оно развеселяет, оно приносит радость, оно дает некое настроение, да, слово настроение тоже от слова строить, оно настраивает нас. Цель это назидание в вере. Мы читали в книге притч сравнение слова с яблоками, с украшениями. И следующий стих, это притч 25-12, написано так, золотая серега и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха. Иногда нам нужно человека и обличить. обличить означает указать на неправильно, указать на неправду, показать в чем человеку нужно исправиться. И это тоже нужно сделать словами. И эти слова тоже должны доставить благодать. И эти слова тоже должны послужить назиданию в вере. И вот здесь Соломон подчеркивает, и он говорит, что мудрый обличитель, он сделает это аккуратно. он говорит о том, что мудрый обличитель не грязью намажет это ухо, а он говорит, как золотая серьга будет, как украшение будет на этом ухе. Он к этому человеку подойдет, его обличение украсит этого человека. Почему? Потому что мудрое обличение будет принято. Принятое обличение ведет к исправлению. Таким образом, наши слова должны быть украшением, а не грязью на лице человека. Наши слова должны помочь человеку, а не раздавить его. В этом заключается наша передача благодати. Получая Божью благодать, мы передаем ее другим людям. Мы передаем ее грамотно, мы передаем ее красиво, мы передаем ее так, чтобы люди могли это принять с солью. Мы передаем ее прилично, мы передаем ее тогда, когда нужно, передаем в том количестве, в каком нужно. И мы делаем это для того, чтобы человек обратился к Господу, чтобы он возрастал в вере, чтобы наши слова приводили человека к Богу, а не отворачивали от Него. В послании Колоссянам апостол Павел делает такое пожелание, которое я хотел бы оставить каждому из нас. Это 3 глава 16 и 17 стихи. Эти стихи также говорят о том, как мы можем передавать Божью благодать. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Таким образом, мы видим три момента наполняться Словом, пребывать в благодати и прославлять Бога. То, что мы будем делать и в этом прославляется будет Божье имя и благодать Божья не будет просто оставаться на нас, но будет распространяться через нас и на других людей. И Бог будет прославляться через нашу жизнь, а Ему слава. Аминь.